МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отмечает юбилей. Это новости телеканала Ника Плюс, студии Марина Кабатек. Здравствуйте. Сегодня вновь решалась судьба Левашовского бульвара. Мэрия предложила проект реконструкции с вырубкой более 80 аварийных тополей. Примечательно, что его поддержали приглашенные экологи. А сама инициатива такого масштабного благоустройства принадлежит не кому-нибудь, а компании «Баринс», планирующей строительство многоэтажного жилого комплекса в охранной зоне бульвара. По словам руководителя инициативной группы «Городские леса Петрозаводска» Сергея Попкова, сейчас на территории бульвара растут 450 деревьев. По данным последней паспортизации, 80 из них нуждаются в санитарных рубках. В основном это старые тополя, небезопасные для прохожих. Деревья, как и люди, не вечные. Какие-то деревья вырастают, становятся опасными. Надо удалять, какие-то болеют, их нужно лечить. И нужно постоянно делать новые подсадки. Вот этого долгое время не делалось. В данном году эта работа была начата. К слову, с инициативой привести деревья в порядок выступила небезызвестная группа «Баринц». Именно эта компания два года назад развернула незаконную стройку в охранной зоне бульвара. В итоге строительство было заморожено решением городского суда. Своё участие в реконструкции зелёных насаждений представители компании объяснили желанием благоустроить город. Подробнее о судьбе Левашовского бульвара смотрите в наших ближайших выпусках новостей. 300 тысяч рублей – цена свободы и уголовной безнаказанности. Подросток, которого весной этого года на автомобиле сбил пьяный полицейский, готов заключить мировое соглашение, если виновный выплатит ему 300 тысяч рублей. Мотоциклист, пострадавший в аварии, требует компенсации. Причинённый ему моральный вред он оценил в 300 тысяч рублей. 22 мая «Иномарка» с пьяным полицейским за рулём не пропустила двигающийся по главной дороге мотоцикл «Хонда». В результате столкновения мотоцикл вылетел на полосу встречного движения. Водитель и пассажирка «Хонды», 11-классники одной из городских школ, были с травмами госпитализированы. Полицейскому грозит до 4 лет лишения свободы. Но на сегодняшний день слушание дела отложено. Суд обсуждает вопрос о возможности заключения мирового соглашения. Полицейский заявил, что готов «загладить причинённый вред здоровью». Импульсивным видом спорта назвал самбо начальник управления физической культуры и спорта Александр Бакончук, комментируя массовую драку во время спартакиады городов центра и северо-запада. Напомним, во время соревнований по боевому самбо в зале началась потасовка. По словам очевидцев, она чуть не переросла в массовую драку. Зачинщиков удалось вовремя разнять. В мэрии не увидели в этом происшествии ничего особенного и отчитались о высоком уровне проведения спартакиады, на которой, кстати, петрозаводчане одержали уверенную победу. Возможность сыграть на виртуальном музыкальном инструменте появится у посетителей 10-го международного фестиваля народной музыки «Кантели». До его открытия осталось всего две недели. Фестиваль «Кантели» стартует 17 сентября. Выступления двух десятков коллективов пройдут на центральных концертных площадках Петрозаводска. Но «Кантели» услышат и в районах. Туда отправится этнодесант из 200 человек. Фестиваль обещают сделать самым ярким и демократичным за всю его историю. Наверное, основная цель воспевания, во-первых, нашего традиционного инструмента «Кантели». Вы знаете, что действительно это наша гордость. Традиционный инструмент на экране компьютера. Интерактивная пятиструнная «Кантели» – основа компьютерной программы, которая знакомит с инструментом самых маленьких. Мелодия будет играться медленно. Одновременно будет загораться цифра, нота и струна. «Цифровое Кантели» – разработка отделения компьютерной графики Школы искусств поселка Эсайла. Диск с медиапособием презентуют на фестивале. В рамках фестиваля зрителей ждут не только концерты, а также конференции и мастер-классы. Желающих будут учить игре на «Кантели» и даже изготовлению традиционного инструмента. Возможно ли возродить интерес к «Кантеле» – инструменту, на котором сегодня играют немногие? Ответ на этот вопрос даст международный фестиваль. Он откроется в Петрозаводске в среду 17 сентября. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов. Телеканал «Ника плюс». В последний день лета 31 августа свой день рождения отмечает народный художник России, заслуженный деятель искусств Карелии Мют Мечев. В этом году ему исполнилось 85. Юбилей художник отметил без помпы и шума в своем тихом загородном доме под Петрозаводском. Поздравить юбиляра отправилась Светлана Пушкина. Цветы, подарки, пироги на любой вкус. И это в мастерской именитого художника, где вот уже полвека царит жесткий порядок. Потому что повод замечательный. Мюду Мечеву, народному художнику России, действительному члену Российской академии художеств, почетному гражданину Карелии, исполнилось 85. Творчество Мюда не от дилеммы откаливало, а жизнь его откорили. Эти слова друга Мюда Мечева, писателя и журналиста Юрия Шлейкина. Старинный бревенчатый дом и участок на Зимнике, на берегу Онега, уединенные места работы и размышлений художника. Именно здесь рождались рисунки, гравюры, картины, книги. И среди них Евангелие и Новый Завет. Над которыми художник работал долгих 20 лет. Эти уникальные шедевры были бы невозможны, если бы рядом не было его супруги, Ольги Хлопиной. Легче ему было творить, потому что у него был, есть и будет тыл всегда. Ему не надо тратить время на какие-то вещи прозаические, житейские. Он окружен такой заботой. Вот знаешь, как мама ребенка окружает. Вот так и он окружен заботой Ольги. Как мама окружает ребенка. Я бы сказала так, да. Не заботой. Железный опек. Сердечное поздравление министра культуры Карелии Елены Богдановой и благодарственное письмо от главы республики Александра Худиланина, который накануне побывал в этом гостеприимном доме. Я очень всем благодарен, тех, которых вижу здесь, и тех, которые сидят дома, и тех, которых я люблю. Вот это очень сильное чувство. Это благодарность всем жителям Карелии, которые первыми смогли прикоснуться к этим шедеврам мировой культуры и цивилизации. И это все новости к этому часу. Сразу после нас гость в студии, а в 19.30 по-тихому авторский проект Александра Тихова возвращается. Не пропустите.